Всем привет дорогие друзья и гости канала. Сегодня с вами вновь в игре Евротрак Симулятор 2 на карте Русмап версии 1.6.3, а также Южный Регион версии 5.0 бета под версию игры 1.25. Ну и как видите привезли мы прошлый груз вечером, сегодня мы отправляемся уже утром. Ну как утром, это уже ближе к полунию, сейчас где-то время около, ну ближе наверное к 12, так часов 11-15. Ну я сейчас запущу мотор, мы с вами все увидим. 11.23 я так примерно прикинул. Сегодня мы с вами отправляемся из Пскова, в славный город Витебск, Республики Беларусь. Едем по той же дороге, по которой мы ехали сюда, давайте я вам покажу. То есть вот Псков, уезжаем из Пскова и едем в Витебск, то есть по той же дороге, по которой мы ехали сюда. Как раз и посмотрим оживленная ли эта дорога в дневное время суток, или такая же, по которой мы ехали и там встретились наверное только две или одна машины по встречке. Так, ну что же, давайте выдвигаться, запускаем мотор. Так, работает, проверка тормозов прошла тоже. Так, что, поехали наверное, да? Так, первый ряд. Ну и двигаемся потихонечку в путь. Ну вот допустим ночью, когда мы приехали, да? Я вот не видел, вот эти многоэтажки стоят. Правда они такие, больше наверное советской застройки. Навьятый пока так не видно, но все равно. Так, а вот как нам выходить лучше? Можно в принципе здесь наверное проехать? Ну ладно, пойдем туда. Да, я забыл. Хабариты включить, пускай горят. Что там в Windows? Что-то там про Windows. Продолжаем с вами наш путь, выезжаем из города сейчас. Храмы вон стоят. А это наверное что-то типа вокзала, да? Подразумевается там, присылан на башню. Так, река великая. Так, пост у нас тут, ДПС. Мужики работают, машины до сих пор тут стоят. Что-то там выясняют. Так, пусков, выезжаем. Давайте посмотрим вот так вот. Видите, реально как-то красиво, да? Ну, вискут. Так, ну ладно, едем дальше-то, ну че. В город войска славы. Так. Что там никого? Поезжаем, выезжаем туда потихонечку. Так, заправляться нам не нужно, но тут немного неудобно. О, давайте проверим, смотрите, Витебск, 346 километров. Проверяем, 261. Что-то какое-то реально большое расхождение. Я думал, что будет хотя бы там километров 20 разница. Так. Ну, кстати, что-то машина так вот и не появилась на этой дороге. Ну, за нами там едет пару машинок. Стараемся аккуратно не разбивать машину, беречь. Вообще, как бы не люблю врезаться, вот тут как-то убиваться, летать на бешеных скоростях. Для меня 90, нормально, я еду, но собираюсь. Так, ребят, немного отвлекли, прошу прощения. Продолжаем наш путь. Хотел сказать, что... Так, давай, погоняй нас, дружище. Это чуть-чуть на тормоз. Ах, ты не пошел, только как хочешь. Я вроде на тормоз чуть-чуть нажал. Хотел сказать, что люблю еду, ездить в эту игру чисто просто, ну, слажениться, то есть, не летать, какие-то вот эти вот, бывают там разные компании, также в мультиплеере, которым надо прям груз зачем-то быстро достать. Я как-то наслаждаюсь просто в этой игре. Так, тут у нас ремонт. И не играю в мультиплеер, из-за того, что там ну, у всех понятия игры разные, одни гонщики собираются. Есть, конечно, нормальные ребята, с которыми интересно погонять, там параться и пообщаться. Ну, вообще, мне кажется, что там их единицы. Чисто мое мнение, а то сейчас начнете в комментариях. Так. Ну да, такая дорога, она и не оживленная, как была, так и осталась. Что мы ночью ехали тут нам? Никто, считай, не встретил. Потому что сейчас едем. Такая же история, один в один. Ну, хорошо, хоть асфальт. Ну, не ставим, были там, да, у нас? Колдоебины, ямки, бугаркир. Встретилась. У них калушечка. А вот тут похоже, да, на бетонку. Как будто бетон залит асфальтом. Видите, такие вот, тыг-дыг-тыг-нык стыки. Тут уже просто асфальт пошел. Вот это классно, конечно, сделано в ЕТС, что везде разное покрытие неодинаково. Какая-то ферма, комбайн стоит. Убор пошли. Мы газ нажимаем. Кировец. А, ну, мы тут доехали когда ночью, у него фары горели. Так он тут и стоит. Мужик сидит. Поставлю 80 круиз. Это что у нас? Ладно, какой-то съезд, может быть. Знаете, вот эти два конно-спортивные клубы. Ну, или что-нибудь, просто какую-нибудь зону отдыха закрытая. Сошла к баллу. Тихо, вот тут что-то неровности какие-то. Ну, коллега пошел. Красивая такая, черная сейчас была. Это Ивека. Ну, мы с вами уже катались на Ивека. Помните, такая голубая. Тоже была классная тачка. Красота, вот такой лес тут, прям елки. Будем, наверное, где-то дальше сейчас будут, да, лесовозы стоять. Мы когда ехали, стояли, лесовоз. Вот у людей тоже работа. Ну, мне кажется, достаточно прибыльная, но тяжелая, блин, валять эти деревья. Ох ты, тут какая-то дорога. Такой право, бухой лес. Мне кажется, тут ночью так опасно, надо сбрасывать скорость, потому что, ну, может, там дикие животные какие-то есть. Ну, там что-то стояночка, да? Там что-то сгорело, что ли, даже. Так, переезд. Так. Потихонечку, не спешим. Кстати, мягко прошли, когда сюда ехали, прошли не так мягко. Так, а что тут у нас еще показывает бортовой компьютер на ней? Температуру. Так, это что? А, остаток, наверное, наскольку. Нет, это какой-то не остаток. Что это такое, я даже не представляю. Так, а, у меня тут не стоит это увеличение. Ладно, в другой раз посмотрим. Ага, 32,2 у нас. Расход. Ладно, пойдет. Деревушка, домики. Пешеходный переход впереди, где-то. Ну, там, наверное, скорее всего. Ну, да, тут усиленный пункт. Там сейчас, где этот, стоянка, должен быть пешеходный переход. Чтоб люди по магазинам бегали спокойно. Хотя, что-то тут не видать. Понимаете, как быть, вагончик везут. Это как, вот, если кто смотрел фильм «Самый лучший день», что ли? Вот, там кафе только в вагончике было. Прикольно. Просто что-то сразу вспомнилось. И вот как раз, я просто знаю это место, где вот эта кафешка была. Она такая, они ее просто привезли, поставили, сделали как бы съемочную такую площадку. А потом сейчас эта территория пустует, там вообще ничего нету. И вот, помните, там у этого, типа у отца его, внизу под кафешкой стоял, ну, мастерская там, типа шиномонтаж идет, там, за девушками плестывал. Вот этот шиномонтаж, его мастерская, это вообще как бы такие, знаете, рампы, то есть там ни ворот, ничего нету. Все это было сделано специально для фильма. Такие рампы, где загружают песок в машину. Такие сплит сложенные, типа. Так. 80 ограничений у нас дальше. Ну, в принципе, так и идем. Даже чуть быстрее. Вот они. Лесовозы тут стоят, он крутит лес. Так, ну, что-то у нас связка опасных поворотов. И подъемчик. Берем разогон дальше. И вот опять машинка встретилась. Там, вот, за подсолнухами, что-то какой-то завод, труба стоит. Может, ее и тут и варят сразу. Я знаю, эти семечки жарят, варят. Ну, может, тут масляный завод. Все возможно. Что, наверное, все-таки, да, ближе к реалу, то, что тут масло, какой-нибудь экстракционный завод, что-нибудь такое. Просто я узнал, что здесь животных перегоняют. Но где, я не понимаю, потому что, тут, видите, везде ограды. Не будут же коровы перепрыгивать через эти ограды. Но зато все-таки все-таки все равно атмосферно. Знак такой стоит. Так. Коллега, не к нам. Не к нам поворачиваем. Так. Продолжаем наш путь. Я так понимаю, что нам здесь осталось совершенно чуть-чуть ехать. Но я сейчас не буду смотреть. Ну, я так предполагаю, что раз мы свернули с той дороги узенькой, здесь мы уже сейчас по магистральной доедем быстренько. Так. Нерабочий светофор. Он, кстати, ночью не работал. Чем же известен и знаменит город Витебск? Может быть, будет кому-то интересно. В Витебске проводится международный такой фестиваль Славянский базар. Кто знает. Очень такой известный. Много говорят по этому ну, по этому фестивалю в новостях там. Как-то вот он проводится. Ну, вообще, конечно, город такой, знаете, город промышленных. Там очень много предприятий. Легко промышленных, машиностроительных. Из достопримечательностей интересных в нем, насколько я знаю, есть такой классный фонтан. Называется Фонтан слияние трех рек. Я же хотел побывать везде, где вот так вот ездим в игре. Но это как-то немножко нереально. Так. С моими средствами. Может быть, в будущем 50-50. Не нарушаем. пересекаем границу. Вот у нас в прошлый раз обменили на выезде и на въезде. Поехали дальше. С этого ряда не пойдет. Покидаем границу матушки России и ездим в Добрую Беларусь. Твояр. Ну, я думаю, это какая-нибудь таможенная пошлина. Твояр. 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 Вот я не понимаю, ребят, честно. Ну, 40 так 40, будем знать. Потому что так реально там непонятно. Ни знаков, по-моему, ничего нет. 40 и платим, блин. Штрафы превышения скорости. Ну, у вас тройки. Это мы уже подъезжаем, наверное, в город, да? Я так понимаю. Да, Витебский там что-то. Центр или что-то такое. Ну, короче, новостройки там было написано. Блин, там эта машина выезжает. И перепугался. Так, ну, то есть мы, в принципе, уже практически на месте. Классно. Много районное настроение. Да, Витебск. Въезжаем в него. Таким, такой язык вот этот был. Белорусский, интересный. Там фирменная расприодажа какая-то. Ну, я не знаю, я белорусский язык не знаю, но просто смотрит вот так, ну, забавно. Хотя я с уважением, конечно, отношусь к языку. Не хочу никого там задеть и обидеть, но просто реально так смотрится забавно. Так, въезжаем в своем город. Так. Поехали. Так, успеем на зеленый, то я, наверное, разговариваю безумно долго. Да, с мощным переключением передач. Хотя по логике вещей. Но разгон, по идее, должен занимать намного меньше времени на механике. Ну, может, я как-то еще не очень профессиональный все переключаю. Так. Давайте я на этот перестроюсь. Ну, в принципе, дальше проезжать. Отсюда перестроюсь. С этого ряда пойдем прямо. Ага, там есть повторяющий светофор. Хорошо. Плт-логистик. Мы проезжали, по-моему, кстати, где-то здесь нет. Или там еще был Плт-логистик. Где-то я это видел. Может, мы реально здесь проезжали. Моделька. Парк-логистик. Красавчик. Моделька. Заезжаем. вот ребят и все приехали мы с вами припаркуюсь так вот и все сейчас в общем подъеду на рампу и увидимся с вами в следующей серии смотрите видео на моем канале всем удачи всем пока ну и до новых встреч